Здравствуйте, Мирис Токтамамбедович. Добрый день. Поздравляю вас с успешным выступлением наших борцов на чемпионате мира. Два золота, три бронзы. Вы довольны результатом? Спасибо большое, что пригласили. Конечно, довольны. В истории не было такого результата. Два золота, три бронзы. Раньше хоть по одной медали зацепиться. Какой-нибудь маленький бронз. А сейчас, видите. У нас получается с 2019 года каждый чемпионат мира с медалями. Единственное, в этом году девчонки чуть-чуть. Что не получилось? Это же спорт. Тем более, борьба очень сложная. Малейшая ошибка, малейшая, может быть, при подготовке. Какие-то там бывает такое. В том, что и олимпийские чемпионы, и чемпионы мира, и все проигрывают. Поэтому мы не должны заострять время. Внимание на это, что наши девчонки проиграли где-то. Неуспешно выступили. У них еще впереди. И Мирим, и Айпери, и Айслу. Сейчас усердно готовятся. Но правда, сейчас Айслу немножко травмирована. После чемпионата Азии. Сейчас подлечится. Я думаю, они на следующий год к чемпионату мира в хорошей форме подойдут. Ну, сначала будет чемпионат Азии будет, потом уже чемпионат мира и лицензионный. Это в следующий год будет. Венгрия, Будапешт. Я думаю, там они покажут себя. По-моему, я видел, что Айслу попала в список сборной мира. На кубок мира, который в Америке пройдет в декабре. Ну, да. Поедет она, да? Она сейчас подлечился. Сейчас потихонечку она начала уже тренироваться. Ну, Ирназар с Будаджаповым они поедут. Ну, еще есть время. До декабря еще время есть. Поэтому, я думаю, Айслу успеет подготовиться. Ну, еще, наверное, о признании нашей отечественной кыргызстанской школы борьбы. Говорит то, что сборную мира по вольной борьбе возглавит главный тренер нашей сборной, Руслан Маджинов. Ну, да. Это по рейтингу там, по-моему, 7 или 8 тренеров претендовали. Все единогласно проголосовали за Руслана Маджинова. Главным тренером сборной мира. Это хорошее достижение. Ну, Руслан Маджинов в свое время и сам неплохо отборолся. Был призером мира. И в Америке работал долгое время. Потом уже в Киргизии старшим главным тренером сейчас два цикла работает. Вот. Вот. Каждым годом самый главный результат. Результат есть. Да. Результат уже каждым годом уже прибавляется. Я думаю, сейчас и команда, тренерская команда у нас на сегодняшний день, чтобы не изглазить, я думаю, хорошо работает сейчас тренерская команда. Во главе главным тренером Устана Маджинова, там Симон Кул, Табал Двулу. И молодежный, Ю-23, у нас Исламбек Тазовбеков тоже в свое время тоже чемпионом Европы был. Ну, довольно вот поколение, сейчас вот работает сейчас тренером как раз та поколение, которое сейчас уже подходит. Борьба же на месте не стоит, она постоянно меняется и правила меняются. И вообще, и сейчас вольная борьба, она намного динамичнее и более интереснее стала сейчас. Вот давайте, кстати, о вольной борьбе. Эрназар и Арсалан Бронд завоевали. Эрназар вообще мог в финале бороться и выиграть. Почему-то вот, насколько я вот смотрел статистику, с японцами он пять раз встречался, ни разу не выиграл. И этому вот японцу Таиси Нарикуни, он второй раз в этом году проиграл. В финале чемпионата Азии уступил и здесь в полуфинале. Что не получается? В чемпионате Азии тоже вот 3-3. 3-3, да, по последнему действию. По последнему действию проиграл. И здесь тоже самое. Здесь уже 11-11, но здесь вообще в борьбе на весь чемпионат мира, вот, ну, вообще самая зрелищная схватка, это был как раз вот Эрназар с японцем, вот, это уже признали мировые эксперты там. Ну, схватка дня, да, получается. И федерации, да, ЮВВ, вот, Фреслин тоже признал, что там это была такая борьба, это вот, зрелищно. Ну, опять же, это борьба, ну, чуть-чуть ошибся везде, ну, вольная борьба такая, это доля секунды. Вы же смотрели за выход финала схватки, финальные схватки, вот, все схватки интереснее были. Там доля секунды и вот-вот уже думаешь, выиграл там, с отрывом идет. Ну, потом раз, доля секунды забирает выигрышный балл и выигрывает. Поэтому это спорт, это борьба. Вот вы говорили как-то, что Эрназар не умеет просто ничего не делать, защищаться, он атакующий борец. Может, ему здесь стоило постоять чуть-чуть? Немножко там в концовке надо было ему как-то придержать. Ну, тоже вторая сторона есть там. Японец, у него было огромное желание, может, выиграть этот чемпионат мира. Поэтому, вот, у кого есть желание, тот и выигрывает, и добивается хорошего результата. Ну, насколько я знаю, японец после этого чемпионата мира переходит в греко-римскую борьбу. Он в этом году выиграл чемпионат Японии по греко-римской, и вроде бы как переходит. 67 килограмм, вот, 67 килограмм, и как раз это олимпийский вес по греко-римской борьбе. Ну, он 74 уже маленький, 65, наверное, весогонка там намного тяжеловато будет ему для него. Ну, как раз 67, он физически такой крепкий парнишка, и я думаю, там тоже покажет хорошие результаты. Видимо, стоит его ждать по греко-римской борьбе на Олимпиаде. Ну, у него есть мечта выиграть чемпионат мира и побороться на Олимпийские игры. Ну, и теперь греко-римская борьба. Два чемпиона. Заламан Саршенбеков, Акзол Махмудов. Это история, это история. Это они уже, история Кыргызстана уже золотыми буквами написана. У нас не было вообще истории чемпиона мира, вообще спортивной борьбы. Поэтому, вот, конечно, там оба очень ярко отборолись. Вот, я все схватки смотрел их, и даже награждение выходил на Джаламан. Поэтому, я думаю, у этих ребят есть большое будущее. У них все впереди. Я думаю, вот, вот эти Абхарические Олимпиады, я думаю, хорошие результаты, я думаю, покажут. Ну, и, наверное, можно отметить, что Азиаты завоевали только две медали. То есть, Джаламан и Акзол больше с Азией никто не завоевал. Да, к сожалению, да. Азиатский регион, вот, два золота, это вот два Кыргызда. Вот, это о чем-то говорит. Вот, ну, школа каждым днем, каждым годом, каждым циклом, она набирает обороты. И, в этом я хочу подчеркнуть, что и федерация там очень сильно работает. У нас очень хорошая команда молодых ребят, которые, они настоящие патриоты, сегодня они помогают. Вот, у нас есть ответственные люди, которые, каждый вид, например, по женской борьбе, и по вольной, по грекински, есть несколько ребят, которые, члены в бюро федерации нашей, которые усердно помогают на сегодняшний день. Он, это вот, вице-президент по вольной борьбе. Алмаз. Алмаз Бекбоев, там, Ахрол Эминов. Динара Шертайовна, он помогает нам сейчас по женской борьбе. Еще многих ребят там. И Динара Шертайовна, он первый вице-президент федерации борьбы. И генеральный секретарь давно работает, Кемелова, Адинай. Она очень огромную работу делает. Это и пресса, это и бухгалтерия, это и финансирование, это все это там. Да, связи с зарубежными и странами. Вот она владеет и на английском, и на русском, хорошо разговаривает. Поэтому очень грамотная девушка. И вот она тянет всю эту борьбу. Ну, сейчас, на сегодняшний день, последнее время, мы уже и наладили очень большой контакт с международной федерацией, и азиатской, я сам, который являюсь там членом бюро, азиатской федерации. И международная федерация сейчас, на сегодняшний день, вот, мы с ним уже в тесном контакте работаем. И совместные сборы проводим сейчас, и вот в этом году Южной Кореи наши сборные съездили и по вольной, и по грекимской борьбе. Вот сейчас вот, ну, и юноши, по-моему, уехали в Венгрию, уехали тоже там, сейчас там открыли очень большое академию борьбы. Вот, там будет совместная сбора. Недавно, вы же сами знаете, наш президент, совместный наш президент открыл зал женской борьбы. Зал женской борьбы. Это за короткое время, за пять месяцев. И тут же, и на сегодняшний день, дано команда на месте. Вот, мы там попросили, давайте, у нас и по вольной, и по грекимских залов нету, для сборной команды. Вот, и вот в течение месяца сейчас проект, где будет строиться, там уже команда Доно, госстрою. Вот, на сегодняшний день мы совместно с ними сейчас прорабатываем, где будем. В течение месяца мы должны уже президенту страну доложить, вот мы хотим вот такой зал. Конечно, сейчас я не буду хвастаться там, сегодня на Кыргызстане, спорт номер один, это вольная борьба. Вот, все три вида борьбы. Вот, на сегодняшний день и увеличилось количество занимающих этим трём видом борьбы. Вот, раньше было вот два-три года тому назад, мы так посчитали, ну, около 300 тысяч занимаешься. Ну, сейчас уже больше полумиллиона в стране уже занимается, это уже хороший результат. Вот, я думаю, сейчас вот эта и женская борьба уже в регионах уже на глазах растёт. Вот, которые последнее время на чемпионатах Азии, на чемпионатах мира по юношам, по молодёжи, вот, которые результаты дали. Вот, что это с периферии там все, вот, девчонки. Вот, сейчас вот Айслу, Мери, Майпери, Джоломан, Бирназар, там, Ахзол Махмулов. Для них это, вот, для юноши, вот, это, которые, Макси, так, поколение уже для них это кумеры. Вот, они хотят похожего на него, вот, все стремятся. Сейчас полный зал, куда они пойдут, полный зал, детей, девчонки, все хотят бороться. Это хорошее явление. Ну, ещё, наверное, можно отметить момент, что впервые, опять же, в истории нашей борьбы, наша сборная по греко-римской борьбе примет участие в Кубке Мира. Да, вот, мы же, вообще, общекомандные, мы стали пятым в мире по рейтингу. Вот, и греко-римские, в том числе, в шестёрку сильнейших попали, они сейчас в Кубок Мира будут бороться. А по вольной и по женской борьбе трое попали в сборную Мира. Пять команды будут государственные, пять команды, и шестая команда будет сборная Мира. Вот, тоже хорошее достижение. Ещё раз поздравляю с успешным выступлением. И в завершении разговора, вот, можете что-нибудь сказать? Ну, что я хочу зрителям сказать? Спасибо большое за поддержку, постоянно болеете за всем триом. Борьбы. Очень хорошую поддержку почувствовали. Занимаются спортом. А нашим борцам хочу, чтобы пожелать следующий год, это основной год, как раз лицензия. И азиатские игры, я думаю, будут. Вот, веток соревнований, чтобы наши спортсмены выступили очень удачно. Спасибо. У нас в гостях был президент Федерации спортивной борьбы Кыргызстана Милисток Тавумьезович Турганбаев. Спасибо, что пришли. Спасибо. 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 Спасибо.